Друзья, всем привет! Рад снова встретиться с вами. Наконец-то и к нам в Латвию решила заглянуть зима. Выпал снег, сейчас сантиметров уже 20. Небольшой морозик, минус 4 сегодня. Ну и как всегда, актуальным вопросом стал это чистка снега. Два года назад, в 2019, где-то тоже в феврале месяце, в начале февраля, я сделал снежную лопату ручную из канализационной оранжевой трубы. Многие в комментариях у меня до сих пор спрашивают, как поживает она в течение двух лет. Вот она. Жива, здорова, невредима. Правда, в прошлом году ее почти не пришлось использовать, но вот в этом году она уже поработала. Все держит хорошо, прекрасно. Но, ручной труд есть ручной труд. Какой лейтенант не мечтает стать генералом? Какой дворник не мечтает о малой механизации в области чистки снега? Вот поэтому я подумал немножко. В прошлом году, весной, я сделал тачку самоходную, садовую, для перевозки тяжелых грузов. А именно, там весной я развозил сопропель на поле напаханное, перевозки дров. Ну и вот я подумал, почему бы не сделать этой тачке отвал. Загрузить ее грузом. Силы у нее довольно достаточно. Ну и попробовать, как она будет чистить снег. Я сделал этот отвал на работе. Попробовал свежевыпавший снег. Очень хорошо. Ну вот здесь уже у меня на даче пролежал дня 3-4 этот снег. Был уже подтаявший. И вот сегодня немножко опять его припорошило. Ну вот посмотрим, как справиться с этой задачей. Вот сделал отвал я из той же оранжевой трубы. Двухсотки метровую взял. Длина взял 85 сантиметров. Когда двухсотку разрезаешь, то по окружности она получается 63 сантиметра. Сделал каркас из полоски 6 на 30. Три такие дуги. Сварил вместе их. Соединил. У меня от мотоблока старого оставался вот этот механизм, который сзади колеса по высоте регулирует. Я его поставил не горизонтально, а вертикально. И у меня получается, что сейчас отвал я могу регулировать вправо или влево. Здесь вот эта тяга сейчас зафиксирована, чтобы было жестко в прямом положении. Потому что мне сейчас надо этот снег чистить на улицу туда, попробовать выгонять и по прямой. Ну вот, зима, снежок. Загрузил еще сверху килограммов 70. Сейчас у меня вес, чтобы оно получается как мотоблок. Да, еще добавок. Вместо одного аккумулятора поставил два. Но подсоединил их не параллельно, а последовательно. В общем, 24 вольта дал. Потому что этот мотор уже, который на 12 вольт, я уже испытывал на электромобильчике, на электрощетке другой. У меня такие же моторы стоят. Они прекрасно себя ведут при 24 вольтах. Увеличивается сила и скорость. Ну, посмотрим. Ну что, поехали! Друзья, такую длину невозможно. Можно полностью вытолкать. Я решил сейчас попробовать ее на бок. Прекрасно! 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 Супер! Классно! Классно! Без никакого усилия! Супер! Тянет не хуже мотоблока! Никакого шума! Тишина! Туда-сюда-обратно! Всем приятно! Супер! 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Этой лопате я алюминиевую кромку сделал еще. Тоже снял от китайской лопаты сломанной. И все. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. как то так аппарат рабочий силы хватает груза накидал побольше и все и толкай но на этом все всем пока до новых встреч главное будьте здоровы не болейте всем пока